Особое мнение на 101FM Каково оно вообще сидеть в президиуме? Вы знаете, это не первый опыт сидеть в президиуме. Волнительно было, когда я сидел в президиуме в качестве заместителя председателя молодежного парламента. Тогда было волнительно. А сейчас неважно, где депутат сидит, где он находится. В президиуме или вместе со всеми остальными депутатами. Откровенно говоря, даже может быть чуть проще сидеть внизу, потому что вот он микрофон. Как-то проще, наверное, высказать позицию. Особой разницы лично я не почувствовал, да и ее, наверное, не должно быть. Мы все следили здесь в редакции за онлайн-трансляцией заседания. И вот на что обратили внимание. Вы не высказывали позицию свою ни по одному принимаемому законопроекту. И в обсуждении бюджета тоже участие не принимали, хотя оно было активным. Почему? Да, лично я не участвовал в обсуждении. Все верно. При всем при этом обсуждение проходило довольно бурное, активное, иногда жаркое. Мы обсуждали не на пленарном заседании законодательного собрания, а в других кабинетах. В частности, встречались с министром финансов, я и коллеги по фракции. Мы обсуждали этот вопрос и с коллегами на совете, с депутатами обсуждали. И на комитетах все вопросы, особенно связанные с бюджетом, проговаривались. Наверное, там можно было и резонно предположить, что там вот это молчание как-то неправильно было воспринято. Тем не менее, позиции, которые мы пытались донести, они прозвучали там, где это нужно было сказать. Потому что понятно, что на пленарном заседании большинство депутатов свое мнение по повестке, по вопросам повестки и по бюджету, в частности, уже сформировали. И крайне сложно будет в ходе обсуждения убедить депутатов голосовать за или голосовать против бюджета. Донесение позиции, оно состоялось по результатам голосования. Ну, вы наверняка там видели и могли предположить, что фракция ЛДПР голосовала против бюджета. Готов обосновать позицию, почему мы голосовали против бюджета, почему мы бюджет не поддержали. Там было всего четыре голоса против, поэтому сложно. Нет, четыре голоса против было по поправкам в бюджет 2017 года. И очевидно, что вот те поправки, которые мы внесли в бюджет 2017 года, были необходимы. Потому что бюджет это живой организм и минимальные правки, так сказать, тактические правки в течение года обязательно должны быть. Потому что если строго следовать тому бюджету, который мы приняли в конце предыдущего года, мы потеряем многие возможности по получению доп. финансирования из федерации в частности. Поэтому бюджет наверняка может и должен быть исправлен в течение года. Поэтому там мы действительно поддержали поправки в бюджет 2017 года. А вот бюджет на 2018 год мы голосовали против. Там было 11 против. Рискнуло предположить, что еще четыре голоса против были от коммунистов. И, к слову сказать, четыре еще человека воздержались. Но тоже можно предположить, кто это сделал. Почему же фракция ЛДПР бюджет не поддержала? В первом чате они при голосовании за бюджет определяются ключевые параметры. Это доходы, расходы, дефицит. Вы знаете, опять же, что бюджет в этом году профицитный. При всем при этом есть полное понимание, почему он профицитный. Не от того, что у нас стало вдруг больше доходов и меньше расходов, потому что нам деньги некуда стало тратить. А потому что есть обязательства перед федеральным бюджетом. Мы это все понимаем, что искусственный ли профицит, как его ни назови, необходимость вот этого профицитного бюджета как раз обусловлена тем, что нам нужно гасить долги перед федерацией. А вот уже насколько справедливо то, что мы накопили такой большой долг перед федерацией. Вот это как раз вопрос отдельного обсуждения. И в том числе принятие либо непринятие бюджета. Конечно же, некоторые коллеги начинают спекулировать тем, что если мы бюджет не примем, как тогда мы будем жить? То есть вы, голосуя против, понимаете, что завтра учителя не получат зарплаты. Лично я, голосуя против, понимаю, что завтра учителя получат зарплату. И чем громче мы свое нет этому бюджету скажем, тем больше шансов, что в том числе федерация пересмотрит отношения к датированию регионов, если эти дотации необходимы. Областное правительство пересмотрит отношения к некоторым тратам, которые сейчас могут быть. Либо недостаточно эффективны, либо необходимо усилить контроль за расходованием существующих объемов средств. Вот поэтому наши нет. Могу, кстати, Мария, расшифровать. Но, опять же, коснулся уже либо неэффективных трат, либо недостаточного финансирования, заложенного в бюджете. Вот сейчас, допустим, активно используются критерии нуждаемости при предоставлении льгот. Фракция ЛДПР и предыдущего созыва, коллеги об этом говорили, депутаты от ЛДПР, и фракция этого созыва говорит о том, что нельзя использовать тот критерий нуждаемости, который есть. Я говорю о льготах. И, соответственно, те предложения, те законопроекты, которые мы принимали до, естественно, отражены в этом бюджете. Мы как не поддерживали те инициативы законодательные, которые сейчас стали законами, так и не поддерживаем их нахождение в бюджете. То есть достаточно ли сейчас финансирования и поддержка многодетных семей? Нет, недостаточно. Вот, опять же, голосованием против бюджета мы снова напоминаем, что мы не согласны с тем положением, с тем, к примеру, если взять введением коэффициента нуждаемости или критерия нуждаемости для многодетных семей. То же самое для пенсионеров по предоставлению льготы на проезд. Вы знаете, что фактически льготу на проезд у пенсионеров забрали введением критерия нуждаемости. Все эти льготы, конечно же, необходимо возвращать. Но для этого нужно, естественно, пересмотреть законодательство и, естественно, как следствие, видоизменить бюджет. То есть это комплексные такие моменты. И в нашем понимании одно от другого отделять нельзя. Если деньги на соц. траты не заложить, то у нас пенсионеры денег и не получат. Ну вот, наверное, этого и ждали от вас, чтобы вы озвучили это вслух. Может быть, те, кто смотрел трансляцию. Уже говорил, да, что в этом, на этой пленарке мы принимали как раз-таки ключевые моменты, или не принимали, да, ключевые моменты, ключевые параметры бюджета, расходы, доходы. А вот уже всю конкретику мы изложим на голосование во втором чтении. В том числе фракция ЛДПР будет значительно активнее. И стоит отметить, что лично я действительно молчал. Коллеги принимали участие в обсуждении, поднимали те вопросы, которые волнуют избирателей, которые избиратели задают в ходе, в том числе, живого общения на приемах. И, я думаю, более полно мы позицию изложим после принятия поправок. Сейчас как раз период внесения в законодательное собрание поправок. Депутаты могут это сделать. Фракция ЛДПР, естественно, не исключение, мы поправки готовим и будем. Я думаю, что так же живо, жарко обсуждать сначала в кабинетах, да, там, где это можно обсуждать, в частности, наверняка министр финансов включится в эту работу и готово будет услышать, кстати, стоит отдать должное Ларисе Александровне Маковееву весьма открыто в вопросах обсуждения бюджета. Надеюсь, что продлится вот эта вот там открытостью, и мы продолжим активно бюджет обсуждать и править. И я думаю, что живее пройдет обсуждение бюджета, вернее, поправок в бюджет, которые запланированы на ноябрь. Да, но в этот раз высказывались другие представители оппозиции, и Мамаев, и Сураев. И вообще, если посмотреть, задают вопросы, вносят поправки в основном одни и те же люди. И кто следит за работой ОЗС, тот их имена прекрасно знает. И это довольно небольшой процент, как мне кажется, депутатов за их собранием. Все верно. Но их больше, чем в прошлом созыве. Вот как, на ваш взгляд, а достаточно ли, хватает ли областному парламенту говорящих людей? Говорящих и вносящих поправки я бы тут немножко разделял. Потому что поправки вносятся, ну, допустим, на этапе прохождения законопроекта всех тех обязательных процедур, которые предусмотрены. В том числе поправки обсуждаются на комитетах. И порой вносится поправка, ну, в том числе нашими депутатами. И ввиду того, что мы понимаем, что большинство депутатов выразило неодобрение, но большинство тоже не всегда действует, руководствуясь необходимостью принятия поправок, как мне кажется, а может быть, или действовало какими-то партийными принадлежностями руководствуясь. Поэтому порой эти поправки даже отзывались, потому что мы понимали, что бессмысленно их носить. А вот как раз-таки выступление на пленарках – это другой момент. Сергей Павлинович, в частности, упомянул упразднение должностей заместителей председателя комитетов и говорил, что это, может быть, делать не нужно. Ну, я, честно сказать, не счел нужным это комментировать на пленарном заседании. Но при всем при этом Сергей Павлинович Мамаев своих предложений по кандидатурам не внес. То есть, если говорить о том, что давайте оставим, давайте тогда аргументируйте, зачем оставим. Вы в установленные сроки предложили кандидатуру на эту должность, не предложили, тогда зачем оставлять? Я просто хочу напомнить слушателям, что когда вводили должность третьего вице-спикера ОЗС, тогда было внесено предложение эти должности платные упразднить председателя комитета. Да, потому что мою позицию я уже озвучивал, в них просто нет смысла и не было изначально. То есть, с третьим заместителем, без третьего заместителя мы обозначали, что претендовать на должность заместителя председателя комитета фракции ЛДПР не будет, потому что должность, ну, придуманная. Ну, и то же самое по говорящим людям. Я не совсем соглашусь с тем, что в этом созыве больше говорящих людей. Мне казалось, что в предыдущем созыве, ну, их было как минимум не меньше, а как максимум, может быть, даже предыдущий созыв давал нам фору в этом плане. По пальцам одной руки можно перечислить всех тех людей, которые выступают традиционно на пленарных заседаниях этого созыва, да. Ну, где-то столько же или чуть больше их было в предыдущем созыве. Это хорошо или плохо? Это плохо, безусловно, плохо, потому что, ну, вот это вот расхожее мнение о том, что парламент не место для дискуссий, я не согласен никоим образом с этой позицией, потому что одно дело депутаты не выступают на пленарных заседаниях. Многие депутаты и на комитеты ходят послушать. То есть если люди формулируют свою позицию и не готовы выступать по всем вопросам, это нормально, да, ну, невозможно быть специалистом везде. Но если депутат на протяжении там созыва, а может быть, даже нескольких, активно не участвует в вопросах обсуждения законопроектов, ну, это либо, опять же, позиция, что мы примем и так, то есть обсуждайте, не обсуждайте, мы свое решение уже там определили на какой-то самой большой фракции, допустим, да, и ваше мнение нам не важно, мы обсуждать этот вопрос не будем. Но это тоже неправильно. Если вы решение на фракции приняли, вы его обоснуете. Не всегда в пояснительной записке к закону в полной мере отражена необходимость принятия закона или ключевые моменты, ради чего этот закон принимается. Порой мы не можем понять спешку, ради которой принимаются те или иные законы. Но вы, опять же, представляете процедуру, любой законопроект должен пройти процедуру двух чтений в рамках пленарных заседаний, да, я, опять же, не говорю о прохождении рассмотрения на комитетах законодательного собрания. В нашем созыве за практику взят рассмотрение законопроектов в двух чтениях сразу. Чего это лишает депутатов? Это лишает депутатов возможности внесения поправок обдуманно и осознанно. Многие законопроекты в законодательное собрание поступают, согласно регламенту, но на ленточке за 10 дней до рассмотрения на пленарке. То есть фактически там за 7 дней порой мы получаем проект закона до рассмотрения на комитете. На комитете порой даже и меньше, там за 6 дней, да. Подготовиться, серьезно проработать законопроект возможности нет. Не потому что, я знаю, там многие тоже говорят, что вы медленно читаете. Читаем-то мы немедленно, другое дело. Вы прочитали законопроект. Нужно сформировать свое мнение и отношение к этому законопроекту. Но ведь мнением депутатов не ограничивается влияние на принятие решения. То есть если бы я там был представителем себя, я бы, конечно же, там голосовал сам. Нужно экспертов опросить, своих избирателей. То есть вот есть проблема. Мы сейчас ненадолго прервемся и вернемся в студию. Здесь вице-спикер УЗС Владимир Костин и его особое мнение. Это программа «Особое мнение». У микрофона Мария Кожевникова. Напротив меня вице-спикер УЗС Владимир Костин. Ну и еще один вопрос относительно вашей новой должности. Ставка эта выделена была специально, чтобы в президиуме УЗС был представитель оппозиции. Ну, по крайней мере, так это подавалось. На ваш взгляд, дает ли это оппозиции какое-то реальное преимущество? Это опять же мне не нравится. Категорически не нравятся формулировки для того, чтобы сидеть в президиуме. У меня абсолютно комфортно находиться и не в президиуме. Объясняли мы неоднократно, и я, и коллеги по фракции, зачем необходимо представитель оппозиции вводить в руководящие органы. Есть масса входящей информации в законодательное собрание, я имею в виду. В том числе вот те самые законопроекты, о которых я говорил. Для того, чтобы оперативно получать информацию и в полном объеме, представитель оппозиции просто обязан находиться в гуще событий. Гуще событий – это как раз-таки каждодневное контактирование с аппаратом законодательного собрания. Это можно делать только находясь в органах управления законодательного собрания. Я уже говорил, что если уж реформировать наше нынешнее законодательное собрание и отходить от необходимости представительства оппозиционных фракций в руководящих органах, то нужно просто поменять систему. Аппарат законодательного собрания нужно вывести как отдельный хозяйствующий субъект, чтобы он не подчинялся председателю. Тогда мы не получим перекосов. Тогда точно можно сказать, что если кто-то из фракций не получает информацию в полном объеме, не может влиять в полном объеме на все исходящие процессы, то либо фракция или представители фракции не дорабатывают, либо не дорабатывает аппарат. И вот это уже гораздо проще уладить, чем при нынешней ситуации, когда у нас аппарат подчинен председателю законодательного собрания. То есть здесь есть перекос. Ну то есть это реальная возможность как-то проще продвигать свои законодательные инициативы? И продвигать свои, и взвешенно, и правильно принимать решения по тем инициативам, которые поступают от других коллег. Фракция ЛДПР весьма активна в плане внесения своих законопроектов. Я не думаю, что я тут введу кого-то в заблуждение, если скажу, что мы вторые по числу внесенных законопроектов. То есть как бы возможность вносить законопроекты, безусловно, существовала. Возможность работать над входящими законопроектами, возможность вносить законопроекты, которые, быть может, будут либо еще более своевременные, либо более проработаны. Вот над чем мы работали, и вот чему мы посвятим работу всей фракции, имея представителя в руководящих органах ЗАГС Собрания. Но здесь ведь не только об ЛДПР речь, а обо всех партиях. Я уже говорил, что да, мои двери точно открыты всем представителям других партий. Причем здесь вот других партий, без слова оппозиционных. То есть если представители любой партии будут испытывать необходимость в получении какой-то информации, в выстраивании коммуникаций, я им, союзник, готов помогать всецело, чем могу, как говорится. А для вас, как для вице-спикера УЗС, какие-то двери открылись? Кабинетов каких-нибудь? Вы знаете, они для депутата не закрывались. Другое дело, что когда ты стучишься в какую-то дверь, нужно понимать, зачем ты туда пошел. Если, к примеру, бюджет готовится, мы об этом знаем, естественно. А если готовится, допустим, законопроект, связанный с обманутыми дольщиками, и ты получаешь его уже по факту написания законопроекта, а не по факту работы тех людей, которые его готовили. То есть проще ведь влиять на процесс, когда он только идет, а не вносить поправки. Потому что законотворец, любой, в том числе представитель правительства, прописывая, ну тут, кстати, ошибочное мнение, что у нас исполнительная власть совсем не влияет на законодательную, представители исполнительной власти законопроекты выносят. Очень многие законопроекты выносят либо правительство, либо губернатор. Поэтому те законопроекты, которые готовят они, важно знать о их подготовке заранее. Как у депутатов, нам порой вот не хватало этого, да, ну лично мне точно. Сейчас эта возможность появляется, и слава богу. Напомню, сегодня в эфире особого мнения заместитель председателя областного ЗАГС собрания Владимир Костин. Владимир, называю сегодня только одну вашу должность, а ведь на самом деле их целый список. Вы еще и руководитель фракции ЛДПР в ОЗС и координатор рекотделения этой партии. В прошлый раз, когда вы были в нашей студии, вы заявляли о том, что собираетесь сложить с себя эти полномочия. Сделали это уже? Вы знаете, да. Говорил о том, что планирую, безусловно, планирую, но не столь оперативно. То есть сейчас, пока мы встретились с коллегами, обсудили необходимость ускорения вот этого вопроса, смены координатора, пришли к тому, что форсировать события здесь не стоит, но планы не поменялись. Причем особо хочу подчеркнуть, в статусе ли координатора, либо в статусе рядового члена партии, я все равно буду представителем партии ЛДПР. То есть многие просто попытались обыграть ситуацию, что Костин перестает быть координатором ЛДПР, как некий выход из ЛДПР. Ни в коем случае. То есть, естественно, руководящие органы любой организации могут и должны меняться. То же самое происходит и у нас. Тем более, координатор это не истина в последней инстанции. И большинство политических партий ЛДПР в том числе, естественно, ориентируется в первую очередь на конференцию, как высший руководящий орган. Ну, естественно, в периоды между конференциями руководит процессами внутри партии координационный совет и координатор. Ну, по крайней мере, у нас так. И, естественно, не планирую всю жизнь быть координатором. Но вот сейчас пока остаюсь им. А есть ли кандидаты, которые вас могут заменить? Да, конечно, есть. Другое дело, что сейчас там назову какую-то фамилию, да, и сразу все это будет принято как какой-то инсайд, и будут говорить, а вот этот человек точно будет координатором. Есть кандидаты, мы в том числе ориентированы, может быть, в первую очередь на мнение наших коллег из Москвы, да. То есть мы здесь соберемся обязательно, обсудим те кандидатуры, которые у нас есть, предложим. Высший совет согласует и предложит конференции выбрать. Есть кандидаты, но точно не готов их сейчас назвать, да. Ну, давайте тогда о другом имени поговорим. Это имя Илья Шульгин, зампред правительства. Насколько я знаю, не кандидат на должность координатора Кировского ряка отделения, я шучу. Так вот, но он стал победителем конкурса на должность главы администрации Кирова. Утвердят его и доги завтра на заседании Гордумы. Вы с ним знакомы? Да, конечно же, по работе в законодательном собрании мы и на комитетах пересекались. Более того, там предметно обсуждали ряд вопросов, связанных в том числе с использованием денежных средств фонда капитального ремонта и ряду других вопросов. Да, знакомы, знакомы. А как, на ваш взгляд, он проявил себя за год работы в Кирове? Я вот уже комментировал, да, я сейчас поясню позицию. Потому что всегда, когда человек заступает на какую-то должность, стоит, конечно же, оценить перспективу, но при всем при этом всегда нужно давать шанс. Илья Вячеславович не работал главой города Кирова, главой администрации города Кирова, да, то есть как минимум нужно дать возможность человеку поработать на этой должности. Если судить о предыдущей его работе, то сразу вспоминаются два момента. Отопительный сезон 2016 года, в который он входил в августе. В августе он заступил, в августе, если я не ошибаюсь, заступил в качестве исполняющего обязанности министра ЖКХ. И этот сезон отопительный у нас прошел без сбоев. То есть не было каких-то размороженных там населенных пунктов или отдельных там групп домов. При этом вспоминается 2015 год, когда Шульгина и там команды нового губернатора в принципе не было еще в области. И мы получили размороженный Светлополянск, да, рудничный, где у нас были проблемы в Верхнекамском районе по новым котельным, где температура не поднималась выше 10-12 градусов в домах. И приезжал туда представитель полпредства, заместитель полпреда, приезжал, чтобы эту ситуацию в ручном режиме разрешить. Ну вот это была беда. С приходом Шульгина, причем в таком остром цикноте, мы не получили этих проблем. Говорит ли это о качествах руководителя? Безусловно, говорит. Потому что если мы вопросы ЖКХ не вспоминаем в каких-то там радужных красках, это просто замечательно. Но если мы не вспоминаем вопросы ЖКХ в черно-белых тонах, ну то есть в грустном каком-то контексте, это уже здорово. То есть, ну это уже там маленький успех. Есть к чему стремиться, безусловно, но я думаю, что как руководитель он не допустил каких-то коллапсов. Уже большой плюс. И мы будем надеяться, что и в статусе главы города, ну, кстати, должны еще депутаты утвердить, а в статусе главы города Илья Вячеславович Шульгин тоже себя проявит. А вот как, на ваш взгляд, это вообще правильно, что он сейчас, проработав всего год в правительстве, в общем-то, погрузившись в все проблемы, а он ведь не местный, теперь уходит на новую должность, где нужно снова погружаться в проблемы, теперь уже городские? Я не думаю, что он совсем оторван от городских проблем. Ну, все-таки склонен считать, что Шульгин мог погрузиться в кировскую проблематику в полной мере, ну, как минимум, как человек, который здесь живет год, да, можно представить, да что там представлять. Выезжая на работу, наверняка Илья Вячеславович там ездит по тем же дорогам, что и мы с вами. И как глава администрации, наверное, уделит внимание уборке улицы снега. Наверняка уделит внимание, ну, тем же там сосулькам, которые у нас с крыши традиционно падают, да, как следствие, работе с управляющими компаниями, благоустройству дворов, появлению дополнительных мест в детских садах. Ну, то есть вот это все те проблемные моменты, которые у нас существуют, над которыми, безусловно, глава администрации совместно с Кировской городской думой должен работать. Вот получится ли у них наладить взаимодействие из думы? Отдельный вопрос, да, как воспримут депутаты, потому что разные партии представлены разными депутатами. И наверняка коммуникация здесь необходима для того, чтобы на каких-то бюрократических рубежах не застревали те вопросы, которые нужно решать здесь и сейчас. А могут проблемы, вы считаете, быть? Безусловно, если дума и администрация будут оторваны друг от друга, проблемы будут. Но предпосылок пока к тому, чтобы они там конфликтовали, враждовали, я не вижу. Отдельный момент это взаимодействие главы администрации и главы города. Так уж сложилось, что у нас там это два разных человека, но тоже не увидел каких-то спорных проблемных моментов. И точно ненароку жителям города Кирова ситуация, в которой будут спорить глава администрации и глава города. Ну, то есть поладят, на ваш взгляд. Надеюсь, что поладят, да, и все у нас начнет налаживаться в городе в клане благоустройства. Сейчас у нас перерыв на рекламу, не переключайтесь. Это программа «Особое мнение», и в студии у нас вице-спикер УЗС Владимир Костин. Напомню, слушателям до этого мы говорили об Илье Шульгине, который стал победителем конкурса на должность главы администрации Кирова. И, Владимир, по вашим словам, я понимаю, что победа – это не случайно, вы о нем отзываетесь очень положительно. А вообще было из кого выбирать? Вот напомню просто слушателям, что документы также подавали еще глава Первомайского теруправления Вячеслав Семаков, которого мы, в общем-то, все знаем по его деятельности, и сотрудник областного Минфины Игорь Ворончихин. О нем, в общем-то, информации, я думаю, у кировчан немного. Вы знаете, я бы не сказал, что это прям 100% была информация, что Илья Шульгин станет. То есть все предполагали, но слухи ходили давно. Наверное, там большинство жителей Кирова фамилию Шульгин слышали. Другое дело, что, правильно вы вставите вопрос абсолютно, среди тех кандидатов, которые заявились на конкурс, я лично не увидел у Ильи Вячеславовича серьезных оппонентов. Почему? Ну, Семаков в качестве главы администрации, я лично вообще не представляю, что это возможно, по крайней мере сейчас. Ворончихин, правильно, опять же, поднимаете вопрос, а кто это, да? Для большинства кировчан человек загадка. Ведь, заходя на эту ответственную должность, человек должен быть понятен всем. Он должен быть понятен губернатору, потому что город в любом случае получает деньги и из областного бюджета. И, кстати, вот мы поговорили, что не должно быть конфликта между главой города и главой администрации, да, наверняка не должно быть никаких конфликтов между губернатором и главой города, главой администрации, для того, чтобы город развивался, потому что город получает областные деньги. Губернатор, наверняка, человек понятен как его заместитель, в конце концов, да? Или там как экс-министр. Что касается других кандидатов, ну, были ли они в полной мере понятны и приятны губернатору? По Семакова мы помним, как он там по якобы очищенным тротарам пытался провести коляску в прошлом году и с большим трудом, вспотев, это сделал. Ну, я не думаю, что последовать человек сразу может занять должность главы администрации города Кирова. Поэтому, а, и понятен, конечно же, Илья Вячеславович, наверняка, там, в большей степени понятен и приемлем для депутатов Кировской городской думы. Ну, он не свое мнение выразит. И для горожан тоже. Горожане, в свое мнение, наверное, сформируют по результатам работы, но, по крайней мере, он больше на слуху. И, там, если бы у нас были всенародные выборы, шансов из представленных кандидатур у него бы, наверное, было больше избраться. Ну, хотя это, мы можем об этом только фантазировать. И, если уж там я коснулся, выступаю за прямые выборы, да. Они нам сильно бы пригодились. Но сейчас, там, назначенный глава администрации в лице Шульгина куда более понятен всем тем, с кем он будет взаимодействовать. Как мне кажется. И вы готовы его поддержать? Мы готовы поддержать любого человека, который будет работать на благо города. Я уже сказал сейчас, все, наверняка, депутаты городской думы проголосуют, если проголосуют авансом. То есть, сейчас вряд ли кто-то может сказать, что Илья Вячеславович так много сделал для города Кирова, что он должен стать главой администрации. Скорее, наоборот. Илья Вячеславович сейчас получит какое-то мандат на управление городом. И мы надеемся, что он этим, нашим с вами любимым городом, правильно будет управлять. То есть, мы, опять же, увидим изменения к лучшему. Хорошо. И вот, Владимир, какое событие еще хочу вспомнить. Оно недельной давности. Думала, стоит ли, может быть, поезд уже ушел. Он действительно ушел в сторону Сибири. Да, все верно. Это я, богит поезде ЛДПР. Он уже второй раз в этом году приезжает в Киров. И мы с вами оба раза там были. Вы были как пассажир поезда, депутат. Я со стороны наблюдала и думала, вот о чем. Почему люди наши, вот эти сотни людей, которые встречают поезд на перроне, а их там действительно сотни и даже тысячи, дерутся за бейсболки, за упаковку чая, толкают друг друга. Народ действительно так бедно живет? Или это уровень культуры нашей? Вы знаете, я вот с недоумением читаю комментарии или в соцсетях, или на новостных изданиях. Мне непонятно, когда люди пишут какие-то гневные комментарии в адрес тех людей, которые на поезд пришли. Вы же прекрасно видели, кто пришел. Одно дело, люди, которые пришли оставить обращение в адрес лидера партии, в адрес депутатов Государственной Думы, партии ЛДПР. Другое дело, те люди, которые действительно пришли за подарком. И некоторые действительно крайне нуждаются в упаковке чая. Не зря мы говорим бюджет, социальные выплаты. Когда бабушка среднестатистическая, условная, не стала получать льготу на проезд, потому что у нее пенсия поднялась. Но поднялась настолько, что она по критерии нуждаемости получает на 13 рублей больше, чем установленный критерий нуждаемости. Позволит ли эти 13 рублей ездить на автобусах безотказно и постоянно? Конечно, нет. То есть повысилась пенсия, но сейчас она на 13 рублей за критерием нуждаемости. То есть вот 13 рублей назад, извините за формулировку, бабушка нуждалась в бесплатном проезде, а вот сейчас уже нет. Стала ли она найти 13 рублей, жить богаче? Нет, конечно же. Ей вот эта упаковка чая крайне нужна и важна. Поэтому она на поезд пришла за чаем, за футболочкой, бейсболочкой, которые ей, безусловно, как говорится, в хозяйстве пригодятся. Где-то она на дачу кепку наденет, чай она выпьет с удовольствием, наверное. Помимо прочего, ну я не знаю, может быть, там секрет какой-то открою. Особо нуждающимся на поезде помогают не только кепками, футболками. Есть и продуктовые наборы, есть что-то там более приятное, чем упаковка чая. То есть люди получают поддержку и также не понимают тех людей, которые критикуют приезд поезда. Организуйте свой. Готовы помочь людям лучше, чем это делает спецпоезд ЛДПР? Да, пожалуйста, делайте. Готовы там привнести что-то в плане организации, чтобы люди не толкались? Ну я бы сам с удовольствием сделал так, чтобы, ну тем более подарков достаточно, чтобы люди просто дождались своей очереди, получили этот подарок, ну и не толкали друг друга. Если кто-то там готов помочь в плане организации, может быть, там железной волей объяснить, что не нужно толкаться, ради бога, приходите, мы будем к процессам, к нашим подключать. У нас сами бы и не думали об этом, как вот так организовать, чтобы не было этой драки? Да вы знаете, на самом деле спецпоезд ЛДПР – это проект, которому больше 20 лет. Вы уже правильно сказали, что только в Кировской области в этом году он уже дважды побывал. И самый длительный поезд, который проходил, на моей памяти, это 62 дня по стране. Он выехал из Москвы, доехал до Владивостока и вернулся обратно. Но это серьезная подготовка. Поверьте, люди, кстати, команда, костяк команды, один и тот же. Этим вопросом люди занимаются 20 лет. Естественно, в том числе вопросами организации, ну так скажем, раздачи подарков. И если есть, конечно, какие-то механизмы другие для того, чтобы дисциплинировать, готовы их услышать, но мы пока их не нашли. Ну, туда действительно не только за безволками приходят, не только, чтобы подраться. Может быть, эти драки когда-то прекратятся. Точно не для того, чтобы подраться. Будем надеяться. Да, кто-то на живого Жириновского приходит посмотреть. Мне многие об этом говорили. Но большинство идет с реальными проблемами, когда уже множество инстанций пройдено, а результата нет. Какие это проблемы? Можете вот кратко обозначить, что больше всего кировчан беспокоит? Все те, о которых мы уже и сегодня поговорили, все те проблемы, которые, собственно говоря, попадают в программу. Мы же презентуем программы как политической партии, как кандидаты. Допустим, наш кандидат в губернатор Кирилл Ильич Черкасов в том числе базировал свою программу, но на мнении избирателей, в том числе пришедших на спецпоезд ЛДПР. Постоянно, каждый год в Кировской области он бывает. Мы все эти обращения видим, знаем. Какие вопросы? Естественно, вопросы, ну самый простой вопрос, это низкие зарплаты, пенсии и пособия стипендий. Ну, то есть, естественно, люди нуждаются в средствах, не могут найти достойную работу, не получают достойную пенсию. Об этом говорят в своих письмах. Тоже подчеркну, что Владимира Вольфовича всем тем, кто обозначил эту проблему, ну, пришла женщина, допустим, или мужчина, сослалась на то, что болеет, и болеет часто пенсионистская, отправила письмо Жириновскому, тысячу рублей ей пришла. Если кто-то другой делает, ну, придите в студию Эхо Москвы, расскажите. Ну, тут тоже вопросы могут возникнуть по этому поводу. Могут, безусловно могут, но тем не менее, там, вот подобного никто не делает. Другой момент, там, вопросы ЖКХ. Острые-острые. Жители, в том числе Налинского района, приезжают для того, чтобы рассказать о своих проблемах с вот этими, там, должны платить за отопление, не должны платить за центральное отопление при отключенном отоплении. То есть, и об этом люди говорят. Есть проблемы, которые, очевидно, нельзя решить, там, по щелчку пальцев. А есть проблемы, для решения которых достаточно одного запроса Владимира Вольфовича Жириновского. Такие примеры есть. И один, там, мужчина, он пришел к нам на спецпоезд ЛДПР, написал обращение Жириновскому, хотя честно признавался, что пришел уже, там, ну, просто потому что, ну, если не схожу, то не использовал все возможные варианты. Сходил и получил решение своего вопроса буквально через две недели. А вопрос до этого не решался три месяца. Вопрос, связанный с аварией автомобиля, его пыталась обмануть страховая компания. Ему через две недели деньги выплатили. И, опять же, там, прокуратура занималась этим вопросом. Он после этого пришел и говорит, я хочу вступить в партию ЛДПР. Ну, это вот, опять же, пример вопроса, который решился крайне оперативно. И, естественно, этот человек, там, своих знакомых после этого привлекает и говорит, приходите, действительно, на спецпоезде ЛДПР можно оставить обращение, и оно попадет лидеру партии. Ну, вот вы сказали, что многие из проблем по щелчку пальца не решаются. А вот вы сейчас как вице-спикер УЗС, ранее как депутат, как вы используете вот эту вот практику, эти проблемы, которые вы там узнаете, как решаете их, может быть, в какие-то инициативы конкретные это выливается, может быть, уже назовете какую-то инициативу. Все, конечно же, зависит от вопроса, да. Но если мы коснемся тех же обманутых дольщиков, которых в Кировской области сейчас очень много, и количество их растет, хотя бы потому, что мы понимаем, что дом, установленные сроки, не сдан или не будет сдан, никаких действий для того, чтобы дом сдать, подрядчик не принимает. Как следствие, если люди еще не обманутые дольщики, то в самом ближайшем времени мы будем обязаны их таковыми признать. Большое количество людей, но при этом нет четкого понимания, как решать, да. Ну, там мы внесли поправки в действующее законодательство на крайней пленарке. Есть понимание, что эти поправки позволят решить проблемы нескольких дольщиков, но есть также понимание, что не только несовершенством законодательства обусловлены вот эти самые проблемы, да. То есть, та же Гороховская, 21, там проблема в области уголовного права лежит, как мне кажется, потому что какие-то там товарищи злоупотребили своими полномочиями, как следствие, подрядчик не получил деньги, не построил дома и сейчас там является крайним. Кто виноват, подрядчик или крик, ну, крик я имел в виду, да, когда говорил, там, злоупотребили. Кто виноват, наверное, правоохранительные органы и должны разобраться. А вот что делать, это, как правило, вопрос, который задают депутатам, да. То есть, один своровал, а вы давайте скажите, что теперь делать. То есть, когда мы там, может быть, предложим найти деньги среди средств областного бюджета, наверное, все те, кто платят налоги, скажут, подождите, а мы чем виноваты, что кто-то недоглядел, кто-то украл, почему мы должны сейчас из общего котла закрывать дыры бюджета, которые образовались благодаря или там из-за противоправных действий. И будут правы. Но давайте мы послушаем тех, кто остался без квартир. Важно ли их наделить жилой площадью? Важно. Как в этой ситуации быть? Вопрос непростой. Но рабочая группа при заксобрании будет создана и обманутым дольщикам будет работать. А какие-то инициативы можете назвать быстро и конкретно, которые вы хотите внести в ближайшее время? Ну, вот обманутых дольщиков уже сказал. Мы уже вносили вопросы, связанные с фондом капитального ремонта. Сейчас не отработан механизм перехода из так называемого общего котла на счета дома. Вернее, они проработаны, но затянуты. Мы уже говорили о том, что это нужно изменять. Мы уже вносили предложения, но их отвергли. И как раз отвергли, потому что фонду нужно было приработаться. Отложили на год. Сроки подходят. Мы будем в самое ближайшее время вносить снова эти поправки, потому что обещали через год либо обосновать, почему рано, либо доказать, что так нужно выполнять. Не доказали пока. Ну, либо мы услышим на следующей пленарке, почему нужно еще отложить, либо примем. Ну, и последний у меня есть вопрос, Владимир. Вы на Матильду сходили уже? Нет, но пойду. Не скажу, когда, потому что вдруг какие-нибудь радикалы придут поджигать. Упаси Господь, да, кинотеатр. Обязательно планирую сходить, хотя бы ради того, чтобы разобраться. У меня есть четкая позиция по этому вопросу. По мне-то госпожа Поклонская не права, потому что каждый должен выражать свое мнение. Я не совсем, вернее, не сторонник тех, кто из искусства делает фарс. В моем понимании, в Матильде фарса нет. Есть, может быть, там вольные трактовки истории, но зритель сам должен дать оценку. И как-то подводить к тому, что фильм должен быть запрещен, наверное, неправильно. Тем более, он в плане костюмов, по крайней мере, из трейлера, очень хороший. Ну, я еще не сходила, комментировать, наверное, не буду пока. Спасибо вам большое, Владимир. Спасибо вам. Вице-спикер УЗС Владимир Костин со своим особым мнением. Всем доброго дня. Особое мнение на 101FM